Привет, мои дорогие! Очень рада видеть вас на своём канале. С вами врач-акушер-гинеколог Ольга Придухина. В этом видео мы поговорим на очень интересную тему, тему, на которую очень часто вы задаёте вопросы, а именно оргазм. Что это такое и что происходит с телом во время оргазма? Вообще нужен ли оргазм? Вопрос действительно интересный, и он такой немножко философский для нас с вами. Почему? Потому что действительно у многих женщин и у мужчин, в принципе, ну мы сейчас больше будем говорить про женщин, оргазм считается практически нормой, а есть определённый процент девушек, которые вообще никогда не испытывали, не чувствовали оргазм. Так вот, как быть в этой ситуации? От чего это зависит? Безусловно, оргазм действительно, мы будем так говорить, пик наслаждения, пик ощущения во время полового контакта, во время секса. И происходит огромнейшая выработка окситоцина. Вот она такая одномоментная, огромная. И, конечно же, вот этот пик сопровождается резким приливом крови в органы, женские половые органы, да и мужские половые органы. Соответственно, и сильное сокращение, то есть сокращение мышц. То есть, он длится не сильно долго, но действительно, поскольку вырабатывается окситоцин, и, конечно же, уже производилось множество различных исследований на эту тему, вырабатывается в прилежащем ядре головного мозга и служит выработка этому дофамина. Это нейромедиатор. Действительно, дофамин – это гормон удовольствия. То есть, это действительно то чувство, которое наш мозг, наше тело запоминает и хочет, чтобы вот это повторялось. То есть, мы по-другому, как я говорю, это удовольствие обычно, а также в незначительных количествах, то есть, при оргазме это в более огромных количествах, то здесь более незначительных, можем получать от различных вредных привычек, про которые мы с вами уже неоднократно говорили. Допустим, от шоколада, от того же самого. Безусловно, нельзя поставить вот в одну линейку шоколад и оргазм, но тем не менее, вот то чувство, тот гормон удовольствия вырабатывается как в первом случае, так и во втором случае. И, конечно, когда организм не получает вот этого чувства, этого наслаждения, то он старается это получить из других источников. И тут уже, конечно, идут и вредные привычки, шоколад и так далее. Но организм всё равно это получает, поэтому вот стоит задуматься над этим моментом, да, и действительно подумать, что же с этим нужно делать. Теперь давайте поговорим про мужской оргазм. То есть, мужской оргазм, он более короткий, но делится на две фазы. Первая фаза – это когда сперматозоиды по семи выносящим канальцам с такой огромной-огромной скоростью бегут, бегут. А вторая фаза – это фаза семиизвержения, то есть это вот самый вот этот пик оргазма. У женщин же всё немножко наоборот. И знаете, что интересно? Если для мужчины оргазм нужен для того, чтобы там произошло семиизвержение и чтобы оплодотворить женщину, то вот с женщинами всё гораздо сложнее. Её репродуктивная функция не зависит от оргазма. То есть, не важно, испытывает женщина оргазм, не испытывает. Она может забеременеть. Это крайне важно. То есть, и всегда встаёт вопрос, а зачем же нужен тогда женщине оргазм? И что самое интересное, что у женщин это всё происходит совершенно по-другому с научной точки зрения. То есть, происходит резкое сокращение мышц. То есть, вот резкое сокращение мышц, тазового дна, влагалища. И мы получаем вот эти вот импульсы. И, соответственно, всё это начинается от клитора. И когда мы говорим, что клитор – это какая-то маленькая такая точечка, ничего подобного. То есть, это зачаток как раз у мужчин. У нас получается пенис, у женщин – это клитор. То есть, и, соответственно, все вот эти импульсы очень часто исходят именно от клитора. Он достаточно большой – 9 сантиметров. И на этих 9 сантиметрах собрано огромное количество различных нервных окончаний. Около 8 тысяч, представляете? 8 тысяч нервных окончаний. То есть, это действительно очень интересно. И многие сексологи говорят про то, что действительно, если при надавливании на клитор, там при каких-то манипуляциях с клитором, то возникает практически у 70% женщин оргазм. То есть, да, существуют разные виды – вагинальный оргазм, клиторальный оргазм. Но мы сейчас говорим в целом о понятии как оргазм. То есть, действительно, это все взаимосвязано. И мы сейчас дальше про это будем говорить. И существует, опять же, 30% женщин, которые не испытывают оргазм. Опять же, это все можно поставить под сомнение. Потому что даже вот когда начинаешь изучать эту тему более так вот с научной точки зрения, то здесь встает вопрос, что многие все-таки ученые говорят про то, что 30-20% женщин получают оргазм от поцелуя. Мы с вами уже про это многократно говорили. Что интимная близость – это не только непосредственно сам половой контакт, но это вот подготовка, это свидание, это вот те самые бабочки в животе, в голове. То есть, это целый процесс, который ведет нас от подготовки к самому сексу. Так же и здесь, то есть, понимаете, от поцелуя. А что меня еще больше затронул факт, что 10% женщин ощущают оргазм там даже от каких-то физических упражнений и от фитнеса. Действительно, вот что вы про это думаете, очень интересно про это узнать, но тема такая очень интересная. Дальше. Как же вообще у мужчин устроен оргазм? То есть, передается от спинного мозга через блуждающий нерв к половому члену. То у женщин от клитора в спиной мозг и в головной мозг, да, с помощью блуждающего нерва. И что интересно, проводились многие исследования, что у многих женщин, которые, допустим, по той или иной причине был травмирован спиной мозг, женщины все равно ощущают оргазм. То есть, не только от спинного мозга и от блуждающего нерва идут вот эти вот импульсы. Поэтому, действительно, очень интересно и до сих пор задается вопрос о том, то есть, зачем же женщине нужен оргазм, если, в принципе, он не влияет ни на овуляцию, ни на способность забеременеть. И как раз во время оргазма вырабатывается и окситоцин, и пролактин. И как есть такие небольшие учения о том, что действительно раньше, как и у многих животных, млекопитающих, оргазм способствовал овуляции. То есть, вот случалось в эти дни овуляции. И, соответственно, животное могло размножаться. Возможно, так же раньше было когда-то и у нас. Но потом это все ушло в прошлое. Все-таки системы более восстановились. И теперь, действительно, женщине нужен оргазм для удовольствия. Но поскольку мы говорим, что это такое своего рода привыкание, то есть, гормон удовольствия, гормон привыкания, и поэтому, чем больше женщина к этому привыкает, тем больше ей, соответственно, этого хочется. Поэтому вот такой интересный момент. Действительно, многие тела женщины, самочувствие, многие органы системы очень хорошо воспринимают выработку как раз тех самых гормонов. Как я сказала, это улучшается настроение, это, соответственно, улучшается кожа, улучшается сон, улучшается самочувствие в целом. Даже женщины худеют. Поэтому, действительно, для женщины это очень полезно. Поэтому я вам желаю всего самого наилучшего. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите ваши вопросы, ваши комментарии. Мы с вами обязательно встретимся. Желаю всем любви. Всем пока.